Девушки отдыхают Мой отец рассказал мне, что он умолял маму поменять мое первое имя, потому что понимал, что ничего хорошего мне с этим именем не светит. Представьте себе, на месте маленького мальчика, куда бы вы ни пошли, вам вдогонку кто-то начинает распевать слова песни. Вернешься ли ты домой, Билл Бейли? Я хочу записать кавер на эту песню, мне нравится эта песня. В детстве я отчаянно стремился привлечь к себе внимание, но я был очень застенчивым, замкнутым. Люди со стороны не обязательно видели эту часть моего характера, но эта черта всегда со мной. Мой отец хотел, чтобы я научился играть на пианино, потому что в свое время он хотел сам выучиться играть. Хотел, чтобы в детстве у него было время освоить этот инструмент, потому что повзрослев, он понял, что у него слишком много дел, и он же никогда не выучится, а он так этого хотел. На меня сильно повлияло и творчество Элтона Джона. И еще мальчишкой раздобыл ноты всех его песен. Я удивился, осознав, что его песни довольно сложны для исполнения технически. А я не умею играть, но я научился прекрасно ему подражать. Поэтому вместо того, чтобы играть на пианино какое-то произведение питью пальцами левой руки, я научился брать так называемые убийственные октавы. Так намного проще. Мы выступали под именем Трио Бейли. Я мой брат и сестра. И мы пели трехчастные гармонии. Вставали и шли в церковь. Мы пели, например, какие-нибудь госпелы семидесятых. И все звучало немного более зажигательно, чем настоящие гимны. Мне всегда нравилось петь басом. Например, такие стручки. И еще разок Иисус послал мне тичку. И это было так весело. Когда сейчас об этом вспоминаешь, это кажется каким-то странным. Мы выглядели какими-то придурками. Одно время я мечтал стать адвокатом. Потому что меня привлекала сложность подобной задачи. Ты проколол себе сосок? Да. Я очень радовался, потому что решил проколоть только один. Это очень больно. Я так громко еще никогда в жизни не кричал. И когда меня прокалывали, я орал. Но в итоге выжил. Если какая-нибудь девушка связывается с парнем с большим количеством пирсинга, ей лучше знать, во что она ввязывается. Потому что такой парень способен терпеть сильную боль. И может испытывать боль даже с наслаждением. Мне попадались многие девушки, которые хотели встречаться с Акселем Роузом. Но вот кем Аксел Роуз является для них? Они меня не знают и не обязательно хотят меня узнать. Я знаю, что многие парни, причем я один из них. Так вот, для многих парней секс и любовь не обязательно смежные понятия. Для меня секс это отдых. Это то, чем я занимаюсь. Кто-то отдыхает, катаясь на скейтбурде, играя в баскетбол, бильярд. Да во что угодно. А я продолжаю ухлёстывать за девушками. Это мое увлечение. Так вот, женщина, в которую я много лет был влюблен. Одна из самых прекрасных вещей в мире, наблюдать, как девушки испытывают оргазм. И если у них был оргазм с кем-то другим, а я был там, мне нравится за этим наблюдать. Потому что я знал, что они получают нечто замечательное. Они отлично проводят время, им классно. И наблюдать за тем, как они переживают все это, было очень важно для меня. Это прекрасно. Оргазм прекрасен. Это прекрасная вещь. Это так прекрасно. Я думаю, что если вы собираетесь сделать себе татуировку, тогда вам следует и все внимательно продумать. Подумать над этим, может быть, с полгодика. Я уже давно планировал набить себе татуировку вот на этом месте. У меня имелся рисунок будущей татуировки. И он мне нравился. Но почему-то всякий раз, когда я собирался набить это тату, что-то мне мешало, что-то не складывалось. И примерно через год я оказался в тату-салоне. И я захотел еще раз взглянуть на рисунок. Потому что я оставил его дома у Роберта Бенетти. А он сказал, прошло уже много времени, может быть, это не подходящая для тебя татуировка. Я подумал над его словами и в итоге вроде как согласился. А теперь я решился, а этот рисунок сейчас здесь со мной. Если мы разберемся с предстоящим концертом со Стоунс, возможно... Потому что я очень хотел сделать эту татуировку. Но я не собираюсь сделать это тату и отказываться от этого концерта. Потому что я хочу набить себе этого дракона с губами Стоунс. Мне нравится эта картинка. Мне всегда нравилась эта картинка. Поэтому я попросил своего менеджера поговорить с Китом. И он сказал, чувак, я тоже сделал себе эту татуировку. Девушки отдыхают Есть ли у вас что-то общее с Iron Maiden? Надеюсь, что нет. Почему? Не знаю. Да, они хорошие ребята. Но все это напоминает мне политические организации. Когда ваша группа это что-то вроде политики. А ваша музыка или ваш альбом это как бы ваша политическая позиция. Есть артисты, совершенно не похожие на нас. И я считаю, что их музыка не имеет ничего общего с рок-н-роллом в моем представлении. Тогда как мы рок-н-ролльная группа. Они делают свое дело, и я к ним не касаюсь. И я надеюсь, что никогда не буду таким же, надеюсь, не таким цепляющим. Ноябрьский дождь — это песня о том, как не хочется оказаться в состоянии, когда приходится иметь дело с неразделенной любовью. А отчуждение — это как факт признания этого состояния и необходимости быть там. Чтобы понять, что, черт возьми, теперь делать. Как будто вас взяли и катапультировали во Вселенную. И вы ничего не можете изменить. И вам приходится решать, что, черт возьми, теперь мне делать. Потому что все ваши устремления и желания несбыточные. И вы, блядь, ничего не можете с этим поделать. По большому счету, я написал песню о том, кто я такой и что я чувствую. Песню о распаде моего брака с Ириной, о том, как я не хотел бы умереть. Также я проецирую эту песню на многие другие ситуации. Дружбу или семейные отношения. Когда понимаешь, что они должны закончиться. Честно говоря, партия пианино в этой песне мне приснилась. И у меня есть один знакомый, который играет на пианино, и он мастер своего дела. Так вот, он играет и попутно отпускает дурацкие шуточки. Играет на пианино, шутит и при этом ускоряется. И мне было интересно, почему он постоянно такой юморной. И каким-то образом мне начал сниться сон о песне, Которую я мог бы для этого человека написать. Короче, я проснулся и подумал, что ж, может быть, мне попробуют сыграть эту песню самому. И я пошел и начал ее играть. И я понял, что у меня что-то получается. И я пережил те чувства, те эмоции, которые эта песня будила во мне. Честно говоря, я начал писать слова к этой песне, и я начал ее играть. Вся жизнь меняется, когда понимаешь, что теперь мы на гастролях. Мы не сидели у меня дома, ничего подобного. Я бегал и зажигал, и по сути, мне пришлось изменить всю свою жизнь, чтобы иметь возможность продолжать заниматься любимым делом. И вот ты выступаешь, и потом твои выступления снимают, и будут снимать еще недели три. И ты должен показать отснятый материал своей маме. Поэтому потом понадобятся многие часы подготовки. И это в то время, когда сейчас мне и близко, не нужно такого количества времени, чтобы подготовиться к шоу. В прошлом году я проходил весьма насыщенный курс психотерапии. Поэтому, когда я выступаю на сцене, на сеансах терапии я как бы раскрываю свое подсознание, ну и так далее. Сильно переживаю, поэтому мне очень трудно выходить на сцену выступать. Мне потребовался год для того, чтобы взять ситуацию под контроль. Я ухожу со сцены или либо звоню по телефону, либо прошу моего психолога прилететь лично, и поработать со мной четыре или пять часов сразу после отработанного концерта. Когда кто-то приходит к своему психологу примерно раз в неделю, чтобы разобраться со своими проблемами, и тратит на это где-то полчаса или час, в моем случае я занимаюсь со своим психологом четыре или пять часов в день. Не так каждый день. И тебе это помогает? Ну, сама увидишь, на сегодняшнем концерте все будет в порядке. Сейчас я в хорошем настроении. Делаешь ли ты какие-либо физические упражнения перед выходом на сцену? Если я замечаю, что выбиваюсь из сил, если замечаю, что реально устал на том или ином концерте, тогда я возвращаюсь к тренировкам. У меня имеется что-то вроде специального тренажера. Это такой гибрид велотренажера, грибного тренажера и подъемника, на котором за четыре минуты можно провести получасовую тренировку. Эту штуку сконструировали несколько ученых в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Я беру этот тренажер с собой на гастроли и занимаюсь на нем. А еще мы работаем с мануальным терапевтом, который постепенно поддерживает все мышцы в тонусе, ну и так далее. Я принимаю разные витамины, в принципе, поддерживаю себя в форме. Я никогда не уделял этому должного внимания. Но быть в форме требует наша манера выступления и сами концерты. Чувствуешь ли ты, что фанаты лучше понимают тебя или относятся к твоим проблемам более серьезно? Некоторые понимают, но многие хотят того, чего они хотят, даже если они понимают. Если на сцене возникает или иная проблема, и приходится останавливать шоу, в этот момент им на самом деле наплевать. Они все так же расстроены, ведь они пришли на что-то посмотреть. И в итоге потратят свое время впустую. Мы делали продолжительное шоу. Я играл около трех с половиной часов. Кажется, в Северной Каролине. В Гринсборре, Северная Каролина. А помните, был такой комикс о том, как публика заскучала и уходила? Ни одного зрителя не осталось. Некоторые в задних рядах уходили, потому что уже через пару часов им нужно было вставать на работу или что-то в этом роде. По сути, мне приходится петь и перекрикивать концертный аппарат с мощностью звука более 150 киловатт. Нет, я голос свой полностью не сорвал. Но если бы я продолжал петь в подобных условиях и дальше, мог бы остаться без голоса. Для того, чтобы слышать себя и понимать, попадаю ли я в тональность, насколько громко я пою, или нужно ли мне петь еще сильнее, для того, чтобы спеть песню правильно. Мне приходится стараться переорать систему концертных громкоговорителей. А переорать их просто нереально. Я узнал одну важную вещь. Все прямо жаждали этого совместного турна с Металликой. И так старались, чтобы этот тур состоялся. Совместив гастрольные графики, наши группы и Металлики, для того, чтобы иметь возможность выступать вместе на стадионах. И мы представили, что когда приедем сюда, это будет просто идеально. Это будет так круто. Ну, вроде как получилось. Так, минуточку. Это настолько круто, так почему бы этому не стать самой трудной задачей из тех задач, с которыми мы когда-либо справлялись. Мы считаем, что было бы неправильно, если бы Металлика выступали, как обычная группа разогрева. И играли бы по времени столько, что это было бы совершенно несправедливо по отношению к их шоу, и в итоге понизило бы их значимость. Все должно быть наоборот, чтобы они смотрели в соответствии с их реальным статусом. Ты упомянул стадион Джайанс. Первый концерт прошел великолепно, потому что фанаты были просто сумасшедшими. Они вели себя вполне нормально. Просто от них исходило больше энергии, и я думаю, что во многом это связано с тем, что Бах и Майк Монро стояли сбоку от сцены. А я не мог этому факту нарадоваться. Я пошел в отрыв, я был счастлив, что они там присутствовали. А кто такой Бах? Себастьян. А, Себастьян, окей. И Майк Монро. И их присутствие заставило меня реально вкалывать, я этому радовался. И на втором концерте на стадионе Джайанс меня поразило пара вещей, но в разное время. Первый раз, когда я хотел поблагодарить публику, а потом позднее. Когда я подумал, что такого теплого приема просто не заслуживаю. На концерте в Монреале возникли технические проблемы, и нам пришлось прервать выступление. Я из-за этого очень расстроился. Публике это очень не понравилось. Нужно время для того, чтобы разобраться, что пошло для нас не так. И иногда это трудно сделать. Но так что я тут ни при чем. Мы совсем недавно прервали турне, потому что у меня возникли проблемы с горлом. Потом мы вернулись, и я подумал, что могу навредить себе. Я сказал, слышу, хорошо, сыграем еще две песни. И если не сможем исправить возникшие проблемы, мне придется за сцену уйти. А потом мы отыграли больше двух песен. И в конечном итоге я подумал, я не знаю, что мне делать. И я оглянулся, и Гилби Кларк говорит, чувак, я ничего не слышу. Меня эти проблемы на сцене явно выбешивали. А Даф Макаган, я тоже тебя не слышу. Мы коротко посовещались и решили прервать концерт. Что творится, когда тебя сажают в тюрьму? Ты сидел в одиночной камере? И была ли у тебя возможность поговорить с другими заключенными? Большую часть времени я раздавал автографы полицейским. И общался с ними на тему рок-н-ролла. Мне попалась целая компания крутых копов, которые все рассказывали о том, как они в свое время ездили на фестиваль вудсток, ну и так далее. Круто. Нью-Йоркские полицейские самые лучшие. Мы просто ждали, пока материалы судебного дела где-нибудь не закрепятся. И не будут оформлены письменно. Прежде чем мы будем куда-то передвигаться. Потому что я не хочу куда-то поехать и получить судебный иск. А когда попадаешь под арест в Нью-Йорке, это уже совсем другая история. Либо так, либо придется застрять в Сент-Луисе. Что означает испытательный срок? Ты не имеешь права нарушать закон, приехав в Сент-Луис? Или ты не можешь нарушать закон в любом уголке Америки? Нарушать закон где угодно. На самом деле меня все это никак не трогало. Так как мне было просто некогда нарушать закон. Поэтому я об этом не волновался. Если выступаешь там, где кому-то не нравится рок-н-ролл или Гансон Роузес, власти могут повесить на меня любое уголовное дело. Предсказать что-либо в этом плане невозможно. У нас есть запись, на которой один парень выходит на сцену с ножом. На концерте в Сент-Луисе мы потеряли оборудование на миллион долларов. И я не вижу, чтобы кто-то еще брал на себя какую-либо ответственность за что-либо. Я признаю, да, я спрыгнул со сцены. И да, после этого все пошло наперекосяк. Возможно, я мог бы как-либо исправить ситуацию. Но в тот момент никаких других действий не предпринимал. Поэтому я решил действовать самостоятельно. Сделать то, что было в моих силах. А именно то, что в тот момент пришло мне в голову. Потому что я реально разозлился из-за бездействия охраны. Но я не вижу, чтобы кто-то еще в Сент-Луисе брал на себя какую-либо ответственность за все случившееся. Редактор субтитров А.Семкин